С кубиками от МТС ваш тариф станет еще лучше. Весь трафик уходит на видео и соцсети. Подключите безлимиты бесплатно. Надоели спам-звонки? Подключите бесплатного защитника. Любите музыку? А она теперь в тарифах вообще бездопадная. Ты меня перебиваешь специально? Специально. Выбирайте и подключайте подходящие вам кубики в мой МТС. Каждый мужчина хоть раз в жизни оказывался в ситуации, когда решения, казавшиеся его собственными, внезапно оборачивались чьим-то влиянием. Вы могли действовать исходя из ситуаций и сложившихся обстоятельств, но затем выяснялось, что эта ситуация была изначально подстроена. Кто-то дал ненавязчивый совет, а может всего лишь взглядом показал одобрение. Кто же на самом деле за рулем? Существует ли невидимая сила, которая управляет нами, когда мы этого не замечаем? Женщины, матери, жены, коллеги, подруги способны неприметно управлять мужчинами, используя эмоциональную чуткость, понимание человеческой природы и чутье на ситуацию. Женщины могут влиять на мужчин с помощью манипуляций, играя на эмоциях, желаниях и страхах, зачастую незаметно для самих мужчин. И нередко это происходит в обычной жизни, в семье, на работе и в отношениях. Мужчины часто воспринимают женскую силу как нечто поверхностное или эмоциональное, не видя глубины ее влияния. Между тем существует особая женская магия. Она позволяет женщинам влиять на мужчин через свою натуру и сущность, оставаясь при этом незаметными дирижерами ситуации. Действительно ли женщины могут управлять мужчинами? И если да, то как именно они это делают, оставаясь в тени? Почему мужчины недооценивают силу женской натуры в управлении отношениями? В этом ролике я не буду рассказывать о банальных и избитых так называемых женских манипуляциях, которые первые приходят на ум, не знаю, слезы, скандалы, манипулирование интимной близостью и так далее. Мы рассмотрим факторы образа сильной женщины, которые дезориентируют мужчин и заставляют их подчиняться. Мы также с вами рассмотрим те уникальные приемы воздействия, которые свойственны только женщинам. И постараемся найти ответ на вопрос, как женщины, оставаясь женственными, могут управлять мужчинами. Чтобы оказывать влияние, женщины используют особые преимущества, которые есть только у них. Давайте рассмотрим, что лежит в основе женской магии влияния, что помогает женщинам предугадывать реакции мужчин и контролировать их поведение. После кризиса клубу нужны новые клиенты, и нам нужно их заманить. Хороший костюм может быть у любого. Смотрите на туфли, на часы, на кейсы и обручальные кольца. Первая ключевая особенность женского влияния – использование интуиции. Женщину улавливают эмоции и скрытые мотивы, понимают поведение мужчин не на рациональном, а на интуитивном уровне. Это качество позволяет женщинам предугадывать реакции мужчин и мягко направлять их решение. Конечно, интуиция – довольно расплывчатое понятие. Интуицию нельзя измерить как температуру или давление. Но даже эта загадочная тема была изучена довольно подробно. В ходе исследований было выявлено, что наличие у женщин более сильной интуиции обосновано некоторыми структурными особенностями мозга. Ученые считают, что интуиция работает не только в мозге, но и в кишечнике. Да, в пищеварительной системе также есть нейроны. У женщин мозолистое тело, часть мозга, которая соединяет левое и правое полушарие, толще, чем у мужчин. Это обеспечивает быструю связь между рациональной и эмоциональной частями. Женщины могут принимать решения, опираясь не только на разум, но и на внутренние ощущения, которые мозг и кишечник переваривают вместе. Благодаря этому женщины быстрее могут сочетать логику и эмоции, что дает в сумме сильно развитую интуицию. Да, интуиция не работает в 100% случаев, но это не случайное заблуждение. Это мысль, идея, которая проходит более сложный и неочевидный путь к сознанию. Но, как и многие другие мысли, она основывается на наблюдениях и сборе данных. Женщинам традиционно приписываются мягкость и уязвимость. Однако и эти факторы могут быть использованы как инструменты влияния. Женщины умеют демонстрировать уязвимость и мягкость, чтобы вызвать у мужчин желание защитить или помочь, при этом оставаясь в контроле над ситуацией. Например, женщина может показать, что ей нужна помощь, чтобы заставить мужчину действовать так, как она хочет, не прибегая к явной манипуляции. Исходя из стереотипов о мягкости и заботливости, они могут прибегать к более скрытым и деликатным формам влияния, чтобы достичь своих целей. В этом кроется определенная двойственность женской природы. Это сочетание противоположных качеств, которые могут проявляться в зависимости от ситуации. Женщина может проявлять уязвимость и даже слабость, но в то же время демонстрировать внутреннюю стойкость и сохранять контроль над ситуацией. Крис Дженнер, мать и менеджер семьи Крадышьян, известна своим умением использовать эмоциональные личные связи для управления карьерой для своих дочерей. Она использует роль матери, создавая образ заботливого руководителя, но при этом умело направляет и контролирует все аспекты семейного бизнеса. Дженнер демонстрирует мягкость и заботу, но за этой внешней оболочкой скрывается жестокая стратегическая сторона, направленная на успех. Она балансирует между семьей и бизнесом, применяя именно женскую харизму для управления делами. Женская магия часто заключается в способности влиять на мужчину через его восприятие красоты и желанности. Иными словами, женщина может использовать свою привлекательность как инструмент воздействия. Это позволяет создавать особую динамику в отношениях, где мужчина начинает стремиться к одобрению и поддержке женщины. Женщины могут использовать свою привлекательность для передачи сигналов о заинтересованности, что может побуждать мужчин к действиям, направленным на привлечение внимания или одобрения. Если вам интересно подробнее разобрать тему женских сигналов привлекательности, то дайте об этом знать. Наконец, еще один немаловажный элемент женского влияния – тонкое эмоциональное управление. Женщина может создавать определенную эмоциональную атмосферу, как положительную, так и отрицательную. В одной ситуации мужчина будет чувствовать себя на высоте, а в другой, к примеру, может чувствовать, что он в долгу перед женщиной. Но и в том, и в другом случае его поведение становится предсказуемым и управляемым. Мне нравится сделать так, чтобы все говорили, послушай, Игорюк, а пусть Лариска придет, твоих поваров там научит. Мне хочется быть еще лучше. А он сидит такой. Моя-то, моя-то. Лопись меня так по заднице. Поэтому мне это нравится. Мне это нравится, понимаешь? Потому что я хочу быть, я хочу, чтобы гордиться. Женщины могут делать акцент на чувствах и отношениях, добиваясь цели через тонкую эмоциональную связь. Женщина умеет выстраивать эмоциональные отношения, которые становятся для мужчины важной опорой. Это, в свою очередь, дает ей возможность управлять его решениями через эмоциональное воздействие. Это связано с тем, что женщина гораздо лучше мужчин умеет считывать и правильно интерпретировать невербальные сигналы в коммуникации. Сильная интуиция и высокий уровень эмоционального интеллекта, которыми обладают женщины, вместе дает более высокую точность расшифровки невербальных сигналов. Молли Блум сейчас бизнесвумен, а в прошлом организатор элитных закрытых покерных игр в США. Она использовала свою женскую интуицию и способность читать людей, чтобы управлять мужчинами на элитных покерных вечерах. Она создавала атмосферу, в которой мужчины чувствовали себя важными и влиятельными. Но на самом деле, вся динамика вечеринки была под ее контролем. Прости, места нет, но ты можешь выпить. Нет, я хотел познакомить тебя с Брэдом. Извини. Познакомить с Брэдом Мэрионом? Он хочет играть? Да, информацию о нем проверю. Нельзя было просто так попасть в ее клуб. Нужно было завоевать с доверием и одобрением. Блум играла на мужской гордости, предлагая то поддержку, то мягкое сопротивление. Но никогда не давала мужчинам осознать, что она контролирует весь процесс. Не спеши. Мои игроки не любят быстрых. Карланд! Пошел ты! Химически с картами, как в Притоне! Твои соток полощут мне мозги! Давай, выходи! Фокусник сраный! Все хорошо? Да, спасибо. Какого черта? Я извинюсь перед его. Да. И сразу же пойдешь домой. Игра на сегодня окончена. Ты меня слышишь? У меня нет таких денег. Иди домой. Советую рассказать жене всю правду. Расскажи ей все, как было. Я тебе помогу, мы все обсудим. Когда Блум понимала, что сама находится под чьим-то контролем, она находила способ уйти из-под него и сохранить независимость. Ее женственность и харизма помогли ей построить успешный бизнес в мире, где доминируют мужчины. Интуиция, мягкость и уязвимость, привлекательность, тонкое управление эмоциональным фоном и высокоточное интерпретирование невербальных сигналов вкупе дают женщинам возможность оказывать воздействие на других людей. Эти приемы позволяют влиять на мужчину без грубого давления. Это скрытая и тонкая игра, где мужчина даже не осознает, что попал под влияние. Теперь давайте рассмотрим более внимательно и детально, как женщины дезориентируют мужчин и заставляют их играть по своим правилам. На примере фильма «Опасная игра Слоун». Элизабет Слоун — лоббистка, и ее работа оказывает воздействие на людей, работающих в государственных органах, с целью добиться принятия или непринятия ими решений в соответствии с потребностями тех групп, интересы которых она представляет. Лоббизм — искусство прогноза. Умение предугадать ход оппонента и принять ответные меры. Она переносит методы лоббизма, методы влияния на людей и в рабочие, и в межличностные отношения. Если быть точнее, на все отношения она смотрит через призму лоббизма. Иными словами, она изначально вступает в коммуникацию, зная, что хочет получить и какие методы воздействия использовать. Элизабет Слоун — это жесткая, амбициозная и манипулятивная женщина, готовая на все ради победы. Она целеустремленная, обладает высоким интеллектом и стратегическими навыками. Ее отличает хладнокровие, безжалостность и способность идти на риск ради достижения целей. Она готова переступить через моральные законы и нормы, если это приблизит ее к победе. Вот, значит, какую репутацию я себе заработала. Чемпионка по прыжкам через этику? В мире большой политики традиционно главенствует мужчина. Президентов, министров, глав организаций, мужчин статистически больше, чем женщин. В этом мире Слоун удалось завоевать уважение и получить влиятельность. Но эти вещи нельзя получить один раз и навсегда. Репутацию надо поддерживать на плаву. Поэтому Слоун находится в постоянном соперничестве с мужчинами, которые пытаются вывести ее из игры. Конечно, можно сказать, что лоббизм это прогнозирование поведения людей в принципе, безотносительно пола. Но не использовать тот факт, что Слоун конкурирует в большинстве своем с мужчинами, было бы глупо с ее стороны. Поэтому она и это обстоятельство использует в свою пользу. Приемы и методы, которые Слоун использует в коммуникации, помогают ей устанавливать влияние над мужчинами и добиваться своих целей через дезориентацию. И первый метод – это агрессивность телекоммуникации. Вам с вашей неповоротливой смекалкой не удастся изменить наши взгляды на безопасность и вторую поправку. Это работает на выстраивании эмоциональной стены, граница, за которой другим людям, неважно коллегам или оппонентам, заходить нельзя. Круг доверенных лиц должен быть мал. Так она создает ощущение своей непроницаемости и недоступности. Она создает вокруг себя ауру загадочности и непредсказуемости. И ее методы и подходы кажутся непостижимыми для других, что дает ей элемент неожиданности и превосходства. Я знаю, что я делаю. Это может забивать с толку, потому что оппоненты не знают, как к ней подступиться, и даже от мысли, что им предстоит общение со Слоун, их охватывает волнение и стресс. Кстати, мне сказали, я должен подать ей руку, да? Но когда мы встретимся с ней, она не любит все эти чмаки-чмаки, как это у женщин принято. С помощью грубых высказываний и прямолинейных указаний Слоун также дает понять, что для нее позволительно, а что нет. Она диктует свои правила взаимодействия с ней. Давайте начнем с того, что все по очереди представятся, чтобы познакомиться. Эта тягомотина нам ни к чему. Хотите познакомиться? Делитесь идеями. Наша задача добиться того, чтобы Биль Хиттона Харриса вступил в силу. Как это сделать? Так как люди боятся ее прямолинейности, они предпочитают подчиняться, чтобы избежать негативных последствий. Элизабет осознанно подбирает едкие и кулкие формулировки, чтобы запомниться. Аккуратные высказывания не запоминаются. И чтобы нагрузить собеседника чувством эмоционального дискомфорта. Знаете что-нибудь об их директоре? Фамилия Шмидт? Ни разу о нем не слышала, но если фирма создана по его образу, то, наверное, манерный задрот с докторской степенью. Я, кстати, так и не представился. Меня зовут Родольф Шмидт. Когда человек поглощен этим чувством, способность размышлять трезво притупляется. Такая тактика называется прессинг. Слоун создает некоторое психологическое давление, чтобы завладеть ситуацией. Слоун также забивает с толку неожиданными ходами в своем поведении, которое она демонстрирует осознанно. В сцене переговоров она сначала внимательно слушает собеседника и посылает сигнал своей заинтересованности, но затем резко меняется. Это создает в ее собеседнике, влиятельном бизнесмене, ощущение неловкости, недоумения и растерянности. И пока тот пытается понять, как действовать дальше, Слоун высказывает свою позицию. Ей выгодно перевернуть ситуацию именно так, ведь она переходит из положения человека, которому предлагают работу, в положение, где она диктует собственные правила. Еще один метод в арсенале Слоун – двойственность образа. Этот элемент я уже затрагивал в начале. С одной стороны, хрупкость и женственность, которую мы видим в ее внешнем облике, а с другой – волевые качества, резкость, доминирование, властность. Так слухи правдивы? Да. Рос – это женщина. Что Слоун в воплощении ледяной глыбы? Она писает стоя. Внешне Слоун транслирует идею своей мягкости и изящности, что привлекает мужчин. Но за этим стоит твердое решение победить любой ценой. Привилегию привлекательности никто не отменял. К сожалению или к счастью, обаятельной женщине легче создать о себе благоприятную репутацию и втереться в доверие. Из-за этой двойственности участники политической игры не знают, как избрать подход по отношению к Слоун. Они вынуждены подстраиваться под нее, чтобы понять, что она сделает дальше. Они избирают свою тактику, исходя из тактики Слоун, что она значит, уже играет по ее правилам. Но Элизабет непредсказуема. И ей нравится удивлять. Но еще более эффективно в деятельности Слоун использовать двойственность намерений. Слоун может открыто заявить о своей цели так, чтобы об этом узнали ее оппоненты. Мы нацелимся на сенатора штата, где наши шансы равны нулю. Я тебя умоляю, только не... Альберто Гомес, республиканец, Флорида. Общественность Флорида хитона Харриса не поддерживает. Об этом позже. Так она использует фрейминг. Когнитивное искажение, при котором форма подачи информации влияет на ее восприятие. Слоун преподносит информацию так, будто это ее правдивое намерение. И создает у противников ощущение, что они ее поняли. При этом она убеждает в истинности своих намерений не только оппонентов, но и тех, кто работает с ней. Проще говоря, Слоун выдает лживую информацию за правдивую. И позволяет оппонентам действовать, исходя из того, что не является правдой. Они теряют время, а она направляет усилия на решение другой задачи, о которой противоположная сторона даже не догадывается. Нам не нужна Флорида. Отменяется. Поведение Слоун можно также объяснить через заигрывание с общественными стереотипами и обманом ожиданий. Слоун намеренно проявляет слабости и таким образом усыпляет бдительность оппонента. Так она поступает в суде, чтобы создать впечатление загнанной в угол. Я не наркоманка, и ваша тактика допроса неуместна в рамках данного дела. Слоун использует всю свою женскую магию, чтобы создать иллюзию слабости перед своими коллегами и оппонентами. Несмотря на весь стратегический расчет, Слоун понимает, что ее женская природа, которую она может показать на фоне своих провалов, может сыграть на ее пользу. Она мастерски балансирует и на грани уязвимости и контроля, заставляя окружающих почувствовать к ней сочувствие. Она понимает, что именно ее женская уязвимость сейчас даст ей дополнительное преимущество. Мужчина видит ее как сломленную, но в реальности она лишь манипулирует этим образом для достижения своих целей. Я организовала за Джорджем Дюбоном свежку и ждала, когда он отыщет представителя конгресса достаточно безнравственного, чтобы принять сомнительное предложение. Этим человеком оказался сенатор Рональд Майкл Сперлинг. Итак, Слоун вступила в опасную игру и смогла выйти победителем. Но при ее высокой эффективности многие оппоненты и даже коллеги не любили и не до конца понимали ее. Почему? В некоторых ситуациях поведение Слоун можно было трактовать как неуважение. Она подвергала сомнению усилий стороне других людей, что для них выглядело оскорбительно. Он представитель оружейного лобби. Ты представляешь, какую работу я проделал, чтобы его заманить? Я брожу с кружкой для сбора пожертвований и бросаюсь на все, что похоже на деньги. А ты готова спустить полмиллиона долларов на свои идиотские... Слоун не грушалась использовать собственных коллег, чтобы создать определенные впечатления ситуации. То, что изначально выглядело как неуважение и пренебрежение, в итоге оказывалось многоходовкой, в которой Слоун приходилось манипулировать коллегами, чтобы добиться своих целей и дезинвентировать врага. Почему же ты не сказала мне? Приемы и методы, которые использовала Слоун, были основаны не только на эмоциональной составляющей и на ее образе, но и на управлении информацией. Она знала о слабых и сильных сторонах врага и на основе этого могла предсказать их поведение и направлять его в нужную ей сторону. Женщинам не нужно становиться агрессивными или конкурировать на мужских условиях, чтобы управлять мужчинами. Их сила в естественном умении направлять поведение через эмоции, интуицию и привлекательность. Опасная игра Слоун — это гиперболизированный пример того, как работает женская магия влияния в мужском мире, какие у нее есть сильные и слабые стороны. В жизни она проявляется гораздо проще и не в таких масштабах, но имеет место в бытовых, рабочих и романтических отношениях. Надо понимать, что хоть женская магия действительно существует, но работает она не всегда. В романтических отношениях, семейной жизни и на работе женщины могут использовать свойственный им инструмент воздействия для достижения целей. Особенно в ситуации, где мужчины полагают, что обладают полным контролем. Но в контекстах, где мужчина не подается эмоциональному воздействию или где отношения строятся на холодной логике и расчете, женская магия может оказаться недостаточно эффективной. Женщины действительно могут управлять мужчинами для достижения своих целей. Но все же давайте не будем их демонизировать. Мужчин, добивающихся своего через манипуляции и другие приемы, тоже достаточно. Вспомним хотя бы Джордана Белфорта, которого я уже разбирал на канале. К тому же далеко не всегда человек общается так, как общается осознанно. Это может быть другая модель поведения, которую переняли из других отношений. Все сводится к одному. Попытки других людей контролировать вас осуществлены в случае, когда у вас есть какие-то слабости, на которые можно надавить. Внутренняя уязвимость будет привлекать манипулятора. Поэтому важно уметь не только защищать себя от внешнего воздействия, но и не быть привлекательной мишенью, жертвой. Самое главное, как это сделать. Представьте, что вы это большой дом. Как и любой дом, ваша устойчивость зависит от фундамента и материалов, из которых вы построены. Если фундамент слаб, а материалы некачественные, вас легко пошатнуть. Малейший внешний толчок может вызвать трещины или даже разрушение. Фундамент дома это ваши убеждения и ценности. Это то, что поддерживает всю конструкцию. Если ваши убеждения зыбки, если вы не уверены в том, что действительно для вас важно, вы становитесь уязвимы для внешнего воздействия. А люди, в том числе женщины, которые обладают тонким мастерством манипуляции, могут проникнуть через слабые места фундамента, заставив вас усомниться в своих принципах и потерять внутреннюю опору. Стены дома это ваши эмоции и психологическая устойчивость. Если ваши стены хрупкие, сделаны из материалов, которые легко ломаются, тогда любая попытка внешнего давления, будь это комплименты или критика, легко пробьет эти стены. Женские манипуляции могут работать через эмоции. Ведь если ваши стены эмоционально неустойчивы, вас можно прошибить через лесть или обиды, заставив поступать так, как выгодно манипулятору. Крыша – это ваш разум и логика. Если крыша вашего дома надежна и защищает от внешних погодных условий, вам будет легче анализировать ситуацию, не поддаваясь манипуляциям. Но если крыша протекает, если в ней есть дыры, то любые аргументы манипулятора могут проникнуть внутрь, как дождь во время шторма, и ваше восприятие станет размыто. А логическое мышление и критический взгляд – это то, что поможет вам закрыть эти дыры. Окна и двери – это ваши границы. Как хорошо вы их защищаете? Можете ли вы контролировать, кто входит в ваш дом, а кто должен остаться снаружи? Манипуляторы, будь это женщина или мужчина, часто пытаются проникнуть через окна или двери, если вы их не закрыли. Когда ваши личные границы не обозначены четко, другим будет проще манипулировать вами, проникнуть внутрь, заставить вас поступать в угоду их интересам. Если вы понимаете свои границы, то сможете защитить себя от вторжения. Секрет женской магии и влияния заключается в способности женщин использовать свои уникальные качества – интуицию, мягкость и эмоциональную чуткость для управления мужчинами. Это не означает, что все женщины используют эти приемы, но те, кто умеют это делать, обладают огромной силой, которую мужчины могут даже не замечать. Не стоит недооценивать силу женского влияния. Иногда за мягкостью и нежностью скрывается гораздо больше контроля, чем вы можете себе представить. Я рассказал о том, какие приемы и методы могут использовать женщины, но остается вопрос. Как распознать скрытые мотивы человека, который стремится контролировать других, будь это мужчина или женщина, не имеет значения? Но я вас разочарую, универсальные формулы для этого не существуют. Все люди разные, контекст ситуации тоже разные, поэтому свести все к набору действий, который подойдет во всех случаях, не получится. Более эффективным будет улучшать навыки коммуникации в принципе, чтобы повысить свою уверенность и эмоциональную устойчивость. Это, например, можно сделать на курсе искусства коммуникации. Уметь и распознавать манипуляции – это лишь один из навыков. Верхушка – айсберг. Не менее важно управлять своим позиционированием и уметь вести конструктивные переговоры, особенно в стрессовых ситуациях. Если вы хотите выстраивать крепкие долгосрочные отношения, защищать свои границы, иметь рядом с собой партнеров и давать отпор тем, кто пытается вами управлять, то переходите по ссылке в описании, и там будет информация, как это сделать. И поделитесь в комментариях, сталкивались ли вы с влиянием со стороны женщин в жизни и удавалось ли вам распознать его. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся.